Ребята, всем привет! Небольшой мастер-класс от деда Сергея. Сейчас он вам покажет, как натянуть потолки самостоятельно. Не получается показать. Помоешь? Что надо? Черный мель. Я принес черный. Молодец, ниже. Молоток! Пальчиком дави. Молоток! Молоток! Молодец! Томорезы черные давать? Сейчас нет. Сейчас я загнул под гамуфи. Для начала устанавливаем профиль. Вот такой. С дырочками. Перфорированный. С дырочками. С дырочками. С дырочками. С дырочками. Я посрался. С дырочками. С дырочками. С дырочками. С дырочками. С дырочками. С дырочками. Дюбелёчки, простите мои необразованные. Прокрутил? Нет. Покажите, что происходит. Дюбелёчка. А, точно. Сейчас покажу. Вот такая вот красота при вкручивании самореза в этот рыжий дюбелёк. Редактор субтитров А.Семкин Так, ну сейчас я покажу, что за профиль вообще ставится. Так, вот он. Вот такой вот профилёк пластиковый, перфорированный. Заказывайте такой. Соответственно, отбит уровень по всему периметру потолка. Ну и крутим профиль. Какой шаг там надо? 20-25. 20-25. Рекомендация деда Сергея. Хоксин, рекомендация. Рекомендация. Режет по разверну. Ну и с помощью нехитрого приспособления. Называется зажигалка. Букла Д. Прямого. И не подошло уж. И штраф. Палочкой держать. Палочкой держать. Палочкой держать. Помочь? Нет. ПАРОВОДИИ-ИНСИПЫВАНИКИ ПАРОВОДИИ-ИНСИПЫВАНИКИ СПОКОТЕКИ Повалень бы. ПАРОВОДИИ. Вот такой получается угол. Чёрт, держись, сын. Пойди меня снимать, Вася. Оператор Вася. Так шутит у нас дед Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимай, снимай позорный. Снимай. Снимай позорный. Снимай, снимай позорный. Так, а ты расскажи ребятам, для чего надо вот так сгибать? Почему нельзя просто стыковать профиль на углах? Для тех, кто не знает. Мы же снимаем не для опытных потолочников, а для тех, кто решил самостоятельно затянуть потолок. Для чего ты это сделал-то? Надрезал половинку профиля, а потом зажигалкой разогрелась. Чтобы внешняя круглая профиля не прерывалась. Ну вот. Пал! Ну и я понял заодно. Молодец! Сейчас, покажи, как будешь это все делать. Отрезать. Сейчас покажу! Отрезать, резать. Сгибать, подгонять. Не дорезает до конца. Фак. И вот так он аккуратненько сгибается. Вот так вот. Так, а это что ты сейчас делаешь? Прогреваю стыки. Не было острых краев. Не было острых краев. А это для чего? Просто так. Ну люди спросят. А я не скажу. Ну короче, делать надо это. Нет, не обязательно. Но значит, он просто проглей. А это для самого успокоения. Ну вот так дед Сергей себя успокаивает. Да? Без стыка. Так, ну я так понимаю, на каждом стыке мы проделываем... Одну и ту же операцию. Одну и ту же операцию, да. Сейчас еще на одном стыке покажу. Может быть здесь даже будет и пол виднее. Скотчик. Лопаткой загнули. И так замечательно. А почему не изолентой это делается? Изолентой полутра. И деталь для самоуспокоения. Правильно? Да. Называется... Мы уже в принципе назвали. Деталь для самоуспокоения деда Сергея. Приклеилось? Да. Ну в принципе он и успокоился. Зима-мина. Закрепляем хвосты. И закрепляем скотч, потому что скотч, когда варим нагрева отваливается и лежит наположнее. Ага. Так надо было сразу людям сказать, а не придумывать, что это для самоуспокоения. А не будем знать много, бля. Я с винул-хау не разглашаю. Уже разглашал. Авторское право. Уже разгласил. И перейдем. Профиль закреплен по периметру. Крабики нужны, да? Сейчас покажем, куда их, что там вставляются они. Достаточно, да, вот такого полуузла? Полуузла. Это в каждом углу нам надо будет сделать? Да. Так, докатался. А это что? А, это уже непосредственно потолок, сам. Нет. Это куколка для успокоения. Все, берите. Тебе очень надо часто успокаиваться, по-моему. Да. Вот в такой упаковке приезжает потолок. Из хорошей фирмы. Все, будем рекламировать фирму? Фирма. Ну, это в Питере. В Питере, как бы. Может быть, конечно, она не только по Питеру работает, кстати, да? Ты-то знаешь, по каким городам работает? Не в курсе? На сайте. Питер-Москва. А, кому интересно, надо смотреть на сайте, да? Да. Питер-Москва, да? Снимите рук на сайте. Что это за полотно-то? ПВХ. Не, ну как на ощупь-то? Качественная, некачественная? Цена вопроса. А сюбэй. Сюбэй, хорошо, а сюбэй. Ну, как этот, как у меня был в детстве этот... Мячик. Нет. Беленка, клеенка, которую ты ссал. Проващик. Нет. Ну, дувной круг, на котором я плавал, он тогда это, лопнул, и вот я его разрезал, вот точно такое же. Так, процесс пошел. Смотрим. Опа. Держи. Держу. Молодец. Так, и к противоположному углу, да? По диагонали. Ну, это, опять-таки, повторюсь, для тех, кто... Не для потолочников, которые натягивают их и знают все. Мы показываем людям, которые решат сэкономить деньги на потолочниках и натянуть сами. А потом вызвать потолочников. Ну, либо так. Ну, мало-мальские имеющие люди инструменты смогут же это воплотить, правильно? Да, если иметь пушку, баллон газовый. Взять у кого-нибудь пушку, баллон. У кого-нибудь. Получается, сколько у нас полотно 3,40 на 3,40, да? Да. Сколько оно вышло с профилями, значит, порядка двух тысяч рублей. Ну, просвети, сколько бы это стоило, вот, в среднем, вызвать потолочников и натянуть? Шесть тысяч. Шесть тысяч. Ну, вот, видите, экономите. Сколько экономите? Две тысячи минус шесть тысяч. Четыре тысячи экономите. Если жалко четырех тысяч, натягивайте сами. А дед Сергей вам поможет. Консультация платная. Так ты уже консультируешь. Нет. Люди посмотрят рекламу в YouTube и все, вот она и плата. Я понял, понял, что вы спросите. Да, да. Вообще, если будете писать, обращайтесь к нему так. Сергей Петрович. Сергей Петрович. У тебя написано. День Петрович. А футболка-то откуда такая? Футболка из Петровича. А. Рекламу еще одну фирму. Мне еще одна фирма денег вовна. Так, сейчас поближе покажу. Так, закрепляем четыре угла. На крокодильчике. Сейчас со стороны посмотрим, что за парус такой у нас. Так, чтобы видно. А, ну вот, видно. Что, пересмотрим? Курим, да? Да, можно поменьше, можно полтора. Полторашечку лучше ставьте. И пушечка. И пушечка. Так, ну я не знаю, как... А, и лопатка понадобится, вот. А зачем она вот это у тебя вот так? Чтобы обои не пачкать, не царапать. Вот так вот. Вот такой вот секрет. Ага. Ну что, погнали. Клавиша нажимай. Шип делай. Что, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так Цена вопроса обошлась Примерно 12 квадратных метров В 2000 рублей Вообще такие кольца продаются Термокольца называются в конторе А что ты сюда тогда приперсил Эту хрень? Я забыл про него К тому же я под люстру всегда режу А что это за материал? Это термопленка Она после поклейки на полотно Будет работать как полотно Короче сэкономил, да? Я не купил А ничего, что пленка это уже денег стоит? Ну пленку-то ты где-то подукрал Нет, пленку Он тоже купил? Да, на руландом Вырезаете вот такой кружок под люстру Светильники мы здесь не ставим Поэтому Под светильники Потому что светильники Известен размер Под них можно взять термокольца Уже готовые Вот так Ну плюс-минус кольцо Красота Да Увляю попало Чтобы не искать центра На потолке Не гонять рулежку Вина Раз, подожди Что ты делаешь? Вот торчащие провода Которые опущенные Строгатся центру Ага Все Ям кольцовую бумагу Суперклею Да, мы это сейчас не будем Будем на этом Популярно сделать нашу Лучше использовать гель Потому что Обычный суперклей течет Ой блин Тут немножко грязненько Это достаточно Штраф Ну у нас запалилось На такого другой стороны Ну я забыл Ну сейчас почистишь Нет Ацетончиком Нет, ацетончиком нельзя чистить Нельзя ацетон, да, использовать? Нет Для мытья подогов использовать можно Мистер Муслу для стекла Для лука Блин, да что же он не клеит Нифига И вот так аккуратненько протыкаем полотно И вырезаем дыночку И вырезаем дыночку Да фига Да ладно Как для фига Вот у тебя проводочки Ну нормальная длина Ну хватит? Да Полотночка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!